глава 4 не отдавайте энергию тому во что не верить попробуйте представить свои мысли и чувства виде потока энергии которым вы будучи его источником можете управлять с помощью этой энергии вы способны добиваться в своей жизни того чего желаете и чего не желаете давайте начнем с получения желаемого и тем как перейти главной теме этой главы как перестать тратить энергию на получение того что нам не нужно всегда помните главный принцип который управляет человеческим существованием в материальном мире мышление определяет бытие эти три магических слова способны изменить всю вашу жизнь все начинается смысле вы уже знаете что энергия мысли может иметь как очень высокую так и очень низкую частоту вибраций осознав что все о чем вы думаете неминуемо становится реальностью вы станете проявлять большую осмотрительность в своих мыслях оглянитесь вокруг постарайтесь понять все что вы видите имеет свои истоки в невидимом мире энергии я слышал такое высказывание груда камней перестает быть грудой камней как только зодчий увидит в ней образ будущего собора так и мраморная глыба перестает быть мраморной глыбой с того момента как скульптор увидит в ней прекрасную статую то какой будет ваша жизнь зависит от вашего взгляда на мир и тех образов которые вы носите в себе ваши мысли формируют энергию которая помещает вас в те или иные обстоятельства люди которые по нашему мнению достигли успеха счастья или реализовали себя смогли сами привлечь свою жизнь то чего желали обратное тоже верно люди не достигшие успеха несчастные или обремененные проблемами как правило не способны осуществить свои желания на практике я подробнее расскажу об этом в следующих главах а теперь перечислил что делает успешные люди они открыто высказывают свои желания достигшие успеха и не имеющие проблем люди не колеблясь высказывают слух то что не хотели бы осуществить в жизни они прежде всего найти решение с чего и начинается искоренение так называемых проблем я хотел бы бросить пить я хочу повышение по службе мне хотелось бы сбросить лишний вес я очень хочу наладить отношения со своими детьми это начальная фаза которую я называю фазой желания ясно заявив о своих желаниях люди добивающиеся успеха переходят ко второй фазе они готовы просить успешные люди осознают что они одиноки и всегда связаны со своим божественным источником они знают стоит им только попросить этот источник даст ответ и поможет им просите и получите отнюдь не пустая фраза это совет из библии что необходимо просить о божественной поддержке чтобы устранить препятствия на пути к высшему благу лично я обнаружил что у вас проблемах ухожу в тихое место подальше от всего что может отвлечь и прошу бога привести меня к решению я не прошу его все сделать за меня поскольку знаю что всегда един со своим божественным источником акт прошения это метод избавления от эко и способ заручиться духовным руководством и обнаружила что произнесенная вслух просьба имеет еще большую силу вот небольшое стихотворение джесси риттенхауза я торговался жизнью из-за пени и жизни не дала ни пени больше напрасно умолял я прибавки считая ночью скудные доходы а жизнь всего лишь честный наниматель и платит ровно столько сколько просишь и раз ты сам себе назначил цену просить уж поздно следуя уговору работал я за скудную оплату чтоб с ужасом проведать напоследок что жизнь платила бы любую плату какой сам себе я мог назначить то о чем я здесь говорю известно мне по собственному опыту каждый раз когда я прошу о чем-либо внезапно происходит какое-нибудь событие указывающие путь к решению проблем если во время написания книги моя работа стопорится то вскоре после моей просьбы звонить телефон и кто-нибудь подсказывает каким должен быть недостающий фрагмент или же меня направляют к нужной книге открыв которую я нахожу ответ именно на тот вопрос от которым еще мгновение назад вам алгула когда мы просим о чем-либо то отказываемся от чувство собственной значимости и становимся зависимые от высших сил о чем я уже писал это заставляет нас вести себя по-новому так как ведут себя люди добивающиеся успеха они заявляют о своих намерениях на этом этапе успешные люди берут на себе ответственность за создание своего мира таким какими они хотят его видеть они выразили свое желание попросили помощи свыше и теперь их энергия начинает расти так как у них нет ни малейшего сомнения в том что они способны разрешить любую проблему я без сомнения сброшу вес я не позволю артриту захватывать мое тело я намерен достичь своей жизни материального благосостояния мною больше никто не будет помыкать слово намерение синонимично глубочайшей уверенности в том что решение проблемы существует и она обязательно воплотиться в жизнь если приложить к этому всю свою энергию и последние качества людей которые способны справиться с любой проблемой добиться успеха они обладают железной волей я часто называю это страстным желанием получить то что необходимо для решения проблем мне вспоминается знаменитый учитель из индии который говорил своим последователям что желание без страсти сродни безжизненному телу мертвое тело может сохранить внешнюю привлекательность но внутри она мертво не иметь страсти значит быть мертвым изнутри закаляя свою волю люди добивающиеся успеха вырабатывает иммунитет по отношению к внешним силам которые могут охладить их внутреннюю страсть негативные внешние воздействия служат им лишь напоминанием о тех обстоятельствах которые они на себя взяли наверное самой мощной силой который вы можете овладеть является именно горячие желание достичь своей заветной цели желание избавиться от своих проблем есть у каждого но горячие желание нечто совершенно иное оно подобно внутреннему пламени который не угаснет даже если вы столкнетесь самым большим несчастьем это внутреннее желание невозможно закосить внешними силами она горит изнутри и требует удовлетворения когда в 1976 году я публиковал свою первую книгу как избежать привычных заблуждений меня охватила страстное желание рассказать людям об идеях изложенных в этой книге я выкупил весь тираж и объездил страну участвую в каждой радио и телепрограмме где только можно было выступить давал по 14 15 интервью в день я делал это не потому что хотел попасть в список популярных авторов или сколотить состояние а мною руководила жгучие желание рассказать всем кто готов слушать о том во что я так сильно верил у меня до сих пор сохранилась это сильное желание я даже не знаю чем его уторить и недавно я записал две передачи для общественного телевидения в соединенных штатах их цель побудить людей поддерживать некоммерческое общественное телевидение и очень серьезно отношусь к тому какие образы приходят к нам с телевизионным сигналом если мы и дальше будем позволять электромагнитным волнам несущему насилие нетерпимость разврат и отравляющему мы детей проникать в наши дома то дети станут подражать картинкам на экране в отличие от коммерческого общественное телевидение не пропагандирует пошлость и жестокость свои телепередачи я назвала мудрость веков или как сделать свою жизнь лучше и как получить то что очень 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 хочешь я вложил у них все свое желание помочь людям то что в нашей стране не хватает духовности в результате чего насилие пошлость стали образом жизни особенно среди молодежи связано в первую очередь с тем что мы смотрим по телевизору если почти каждый ребенок к своим 14 годам стал свидетелем 12 тысяч убийств увиденных по коммерческому и кабельному телевидению то нужно ли удивляться обилию случаев насилия и убийств школах и так я выступил в телепередаче чтобы собрать деньги для общественного телевидения я горячо надеялся что люди окажут ему финансовую поддержку и тем самым помогут решить проблему дефицита духовности это желание воплощенное на практике произвело настоящий фурор я посетила шестьдесят восемь студий в разных уголках страны и помог собрать миллионы долларов я не мог остановиться чтобы передохнуть потому что мое жгучее желание не давало мне сбавить обороты вам наверное интересно было бы узнать почему название передачи как получить то что очень 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 хочешь слова очень повторяется четыре раза это символизирует четыре столпа на которых здесь ждутся успех и решение проблем желание просьбу намерение стремление название также содержится хорошая новость стоит вам чего-то очень 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 захотеть и вы обязательно это получите однако имейте ввиду и другое то что вы очень 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 не хотите вы тоже получите запомнить эту простую истину ибо она объясняет причину всех неудач в решении проблем избегайте того что вам не нужно те же самые очень играет большую роль и в данном вопросе здесь я подробнее расскажу о том как прекратить отдавать энергию всему чего вы не хотите его что не верить удивительно но именно на эти вещи большинство людей лихорадочно тратят все свои силы давайте вспомним три магических слова мышление определяет бытие справедливое обратное направляя мыслительную энергию к своей цели вы в конце концов начинаете действовать согласно собственным мыслям и привлекаете в свою жизнь то о чем думаете мысль предшествует любому действию этот универсальный закон указывает также на то что мешает вам найти решение проблем 4 аспекта пустой трата энергии мы тратим энергию на то что нам не нужно представьте себе следующую сцену я даю вам миллион долларов и предлагаю купить все что вам угодно уберете деньги и мчитесь в торговый комплекс чтобы потратить деньги на то что вам нужно в первом же магазине в которой вы заглядываете продается мебель которая кажется вам нелепой и некрасивой но вы тратите на нее 100 тысяч долларов во втором магазине вы обнаруживаете ювелирное изделие которые на ваш взгляд безвкусные и слишком дороги но вы снова тратите 100 тысяч долларов и так выходите и покупаете ненужные вам вещи пока деньги не кончатся у вас есть средства на приобретение того что вам необходимо но вы тратите их на покупку бесполезных вещей как только те попадают вам на глаза вы возвращаетесь домой вам привозят все что приобрели и вдруг у вас возникает вопрос почему мой дом завален ненужными вещами ответ очевиден потому что вы не в своем уме у вас было достаточно денег чтобы приобрести то что вам действительно нужно но вместо этого вы потратили их на всякую ерунду сохранить этот образ в памяти и не забывайте что с помощью своих мыслей вы можете получить все чего хотите и не хотите помните что ваши желания просьбы намерения и стремления это мысли когда вы посвящаете их ненужным вещам и явлением как бы негативного к ним не относились вы начинаете действовать соответственно и привлекаете все это в свою жизнь как в случае с нелепой мебелью безвкусными украшениями как так получается и почему вы все время отдаете свою драгоценную жизненную энергию форме мыслей тому что вам совсем не нужно ваш ум активно действует в течение всего дня прокручивая около 60 тысяч мыслей за день проследите за ним какое количество ваших мыслей одано тому что вам не нужно я такой неудачник что у меня ничего не получится моя простуда с каждым днем становится все хуже я уверен что моя акция обесценится сделка скорее всего провалится пока мы доберемся до театра там уже не останется хороших мест этот обед добавит мне десяток килограммов бросить курить слишком трудно наверняка пойдет дождь и испортит нам всю прогулку этот список можно продолжать до бесконечности но идея понятна мысли являются энергией согласно которой вы действуете если вы думаете о том что вам не нужно неважно насколько противно вам сама мысль об этом вы будете действовать согласно этим мыслям и нежелательные обстоятельства будут постоянно возникать вашей жизни когда вы перестанете понапрасно тратить силы то сразу перейдете на уровень более быстрый и следовательно более духовной энергии от привычки негативно мыслить можно избавиться следующим образом заметив что вас мучает неприятные мысли какой бы незначительной она не была остановитесь и спросите себя что мне нужно к примеру если вы больны артритом то вместо того чтобы думать что ваш артрит так и будет прогрессировать заменить эту мысль намерением артрит навсегда исчезнет из моей жизни постепенно вы начнете действовать в соответствии со своим новым намерением и она воплотиться в жизнь вы будете делать то что поможет вам вылечиться и перестанете жаловаться поскольку больше не будете рассматривать артрит как проблему тело которое представляет собой удивительно энергетическую систему откликнется на ваши мысли самые важные перемены которые произойдет с вами будет то что вы станете направлять свои силы на решение проблемы тем самым удаляя ее из сознания например пытаясь припарковаться вы не будете думать там точно нет места а скажете себе сейчас я найду место для парковки тем самым вы направите свою энергию на удовлетворение своей потребности я не призываю вас зацикливаться на своих желаниях а предлагаю перейти от желания к просьбе намерению и наконец к стремлению перейдя от желания к действию тем самым вы достигнете желаемого главное это во-первых перестать говорить о том что нежелательно во вторых проанализировать мысли которые стоят за этими разговорами и в третьих даже если вы не представляете как желаемое может осуществиться перейдите от желания к намерению которые в свою очередь заставит вас действовать и свяжет с высшими силами которые подскажут решение приведу пример как недавно мне пришлось применить всего же сказанное на практике возвращаясь семинаров по это река я прибыл в чикаго и поселился в гостинице в 1403 я сильно проголодался и попытался заказать по телефону сэндвич и стакан сока в номер но мне сообщили что комната обслуживания закрылась в 14 00 и откроется только через три часа я умолял женщину на другом конце провода прислать мне один единственный сэндвич но она была непреклонна как обычно я чуть было не расстроился и подумал как можно так обращаться с человеком в конце концов я же им за это плачу это несправедливо я не ел целый день я направился к лифту решив найти управляющего и высказать ему все что я думаю о сервисе вы хотели закрыл за собой дверь номера я вдруг вспомнил что еще вчера говорил перед многотысячной аудитории в пуэрто-рико не вкладывайте свои мысли и жизненную энергию в то что вам не нужно сам же и поступал как раз наоборот думаю о том как все глупо как я расстроен и что мне нечего есть я немедленно прошел три фазы описанные выше и решил вложить всю свою мысленную энергию в то что мне нужно все что мне было надо это сэндвич я мысленно представил как мне его приносит и расстался со своей злобой и мыслями о том как возмутительно грубо со мной обошлись я достану сэндвич сказала себе со всей решимостью когда я вышел из лифта исполненной решимости и духовной энергии я заметила что в конце вестибюля официант убирает буфетную стойку где было полно еды я спокойно прошел по вестибюлю и завел с ним разговор я не заметила что держал в руке программку моих выступлений в пуэрто-рико человек сказал мне заметным испанским акцентом вы были в пуэрто-рико я сам из пуэрто-рико я сказал что только вернулся и что еще вчера выступал там перед большой аудиторией мы еще немного поговорили а потом я спросил его можно я сделаю себе сэндвич из того что есть буфете а вы запишите его на мой счет он сразу же ответил вы выступали в моем родном городе я сделаю вам такой сэндвич какого в жизни не пробовали несколько минут спустя он появился завернутом салфетки огромным сэндвичем и двумя стаканами свежевыжатого апельсинового сока он отказался брать деньги мне было очень приятно поговорить с человеком только что вернувшимся из пуэрто-рико вы напомнили мне о доме поэтому позвольте мне вас угостить в тот момент когда я перенаправил свою энергию с того что мне было неприятно на то в чем я действительно нуждался вселенная откликнулась на мое желание я сумел достичь результата советую вам применять эту технику во всех ситуациях на который как вам кажется вы не можете повлиять недавно мой брат завел разговор о больных раком предстательной железы это похоже на эпидемию к вариллу три человека по соседству два на работе и все узнали об этом на прошлой неделе или чуть раньше я тот же ответил я не хочу думать о раке простаты когда один мой друг которому недавно установили тазобедренный протез из-за ревматоидного артрита сказал мне что с моими утренними пробежками я рискую заработать такую же проблему моей мгновенной реакции было у меня никогда не будет ревматоидного артрита формируя такие намерения мы не только сами начинаем действовать в соответствии с ними но и наш организм готов сопротивляться болезням и обретает отличное здоровье мы переносимся со средних материальных частот более высоким духовным частотам и принимаемся тратить энергию не на то что нам не нужно а на то что мы намерены создать мы тратим энергию на сложившиеся обстоятельства это еще одна причина объясняющая почему нам бывает трудно решать свои проблемы и добиваться того что нам нужно даже если нам ненавистны обстоятельства в которых мы оказались направляя на них свою энергию мы тем самым удерживаем их в нашей жизни предположим у вас мало денег и вы считаете себя несчастным бедным невезучим и принадлежащим к низшим слоям общества сколько времени вы тратите на разговоры о своей бедности жалуясь на условия в которых вы вы вынуждены жить сетой на нехватку денег и обвиняя политиков по чьей вине вы вынуждены влачить жалкое существование на все это уходит энергия и хотя это низкая энергия тем не менее она для вас драгоценный жизненный капитал который вы бездомно растрачиваете всегда помните правило невозможно достичь процветания если все ваши мысли вертятся вокруг ненависти к нищенскому существованию вы должны перенаправить свою энергию с того что уже имеется на то что вы хотите и намеренно создать в своей жизни каждый раз когда вас начинает одаревать мысли о неприятной жизненной ситуации подумайте об обстоятельствах в которых вы хотели бы оказаться и четко представив их переключитесь на высшую духовную энергию а эта энергия подскажет как действовать чтобы достичь желаемого когда вы перестанете отдавать свою энергию ненужным вещам перед вами откроется безграничное изобилие вселенной вы можете подойти к этому неисчерпаемому океану с наперстком или ведром и взять столько сколько пожелаете если у вас есть вера вы сможете набрать столько полных ведер сколько вам захочется и в океане от этого нисколько не убудет более того вы можете черпать из этого неиссякаемого источника как угодно часто а вы приходите к океану с пипеткой и жалуетесь что вам так мало дается истинная изобилия это абсолютная уверенность в том что вам будет дано все в чем вы нуждаетесь в библии сказано и все мое твое если же ваша энергия уходит в пропасть неудовлетворенности существующим положением вещей вам остается только спрашивать себя почему это происходит со мной мне нравится высказывание джорджи бернарда шоу на этот счет некоторые люди видят обыденные вещи и спрашивают почему я же мечтаю о том чего никогда не было и думаю почему бы и нет все о чем я говорю здесь относится не только к недостатку денег но и ко всему что в своей повседневной жизни вы называете проблемой и чему несмотря ни на что продолжаете отдавать свою энергию нельзя похудеть ненавидя свою полноту нельзя избавиться от вредных привычек презирая свои пристрастия нельзя стать здоровым питает вращение к болезни если вместо того чтобы ненавидеть свой вес вы направите свою энергию на то чтобы представить себя таким каким бы вам хотелось быть если вы будете считать этот образ своей целью и повесите цифру обозначающую ваш идеальный вес на видном месте если вы будете относиться к себе с любовью если полностью доверитесь божественным силам и начнете действовать исходя из своего намерения то без труда найдете духовное решение проблемы лишнего веса чтобы избавиться дурного пристрастия перестаньте тратить энергию на призрение к нему и не думайте что вы не можете без него прожить культивируйте в себе высокую энергию чистоты и здоровья когда вы не возникло искушение направить энергию на то что вам не нужно переключитесь на мысли о том что вы намерены осуществить в своей жизни действуя медленно целенаправленно и уверенно водохотворите свое мышление и навсегда избавитесь от дурных привычек радостные мысли создают молекулы счастья а здоровые мысли молекула здоровья обратное также верно нездоровые мысли создают нездоровые молекулы если ваша мыслительная энергия сосредоточена на недомогание то организм отреагирует усилением болезни как пишет норман козенс самая большая сила человеческого организма его естественное стремление исцелять себя но эта сила зависит от веры все начинается сферы тоже касается ваших взаимоотношений с окружающими вы только усложните существующие проблемы если будете продолжать тратить энергию на то что вас беспокоит или мешает вам например когда кто-то говорит что не ладит со своими родителями или супругом он определяет отношения с точки зрения того что ему неприятно мысли таких людей сосредоточена на том что им не нравится их действия соответствует их мыслям а история их отношений с другими пополняется все новое неурядицами если вы сталкиваетесь с подобными проблемами во взаимоотношениях помните что все отношения существуют исключительно в мыслях увеличьте чистоту вибрации своих мыслей до уровня духовного сознания это возвысит ваши отношения с другими независимо от того как они относятся к вам и так перестав отдавать энергию тому что вам не нужно вы тем самым немедленно искорените многие проблемы в своей жизни я прошу вас прислушаться к словам джеймса аллена и прийти к высшему видению самое великое достижение сначала было мечтой дом дремлет в желуди птица ждет своего часа в яйце а в высшем видении души кроется недремлющий ангел мечта 7 реальности всеми силами старайтесь смотреть на мир глазами души и вы перестанете отдавать свою энергию жизненным обстоятельствам неприятным или ненужным вам мы тратим энергию на то что нам привычно сколько раз вам приходилось говорить или слышать от других слова мы всегда так поступали ничего не могу поделать меня так учили или другие фразы в том же духе еще раз вспомним три важных слова мышление определяет бытие множество наших проблем возникает из-за привязанности к привычному поведению мы просто не знаем как направить энергию на то что мы хотим осуществить я как-то слышала что безумие это ожидание нового результата при повторении привычных действий мы придерживаемся устоявшихся взглядов из-за которых нам постоянно приходится терпеть неудачи и сталкиваться с проблемами это могут быть неудачи во взаимоотношениях потому что мы ставим себя в зависимость от человека который изменил свое отношение к нам возможно мы живем непосредством или страдаем от хронических недугов по очереди обостряющихся то в одном месте то в другом возможно при этом мы еще и говорим себе со мной всегда так происходит в этом случае мы тратим энергию впустую отдавая свое внутреннее внимание тому что стало для нас привычно но что сказано в названии книги у любой проблемы есть духовное решение начните постепенно увеличивать частоту вибрации своего энергетического поля и оставьте в прошлом низкие материальные энергии зависимость от которых вы привыкли оправдывать я всегда был таким что мешает вам прекратить и распалять свою энергию на создание ненужных вам проблем все сводится к двум факторам которые можно нейтрализовать тут же если вы решитесь повысить частоту своей энергии и приблизиться к духовному миру я называю их великой иллюзии и личной истории великая иллюзия в повседневной жизни мы сталкиваемся со множеством иллюзий самая большая из них заставляет нас отдавать энергию тому что было но прошло тем самым умножая наши проблемы эта иллюзия заключается в нашей вере что прошлое определяет настоящее в некоторых ранних работах я привожу в пример свет корабля не нужно быть специалистом чтобы понять что не свет управляет судном прошлое не направляет вашу жизнь это просто свет оставленный позади чтобы преодолеть эту иллюзию нужно прежде всего понять что ее создает след не может управлять кораблем след вашей жизни не определяет ваше настоящее она энергия настоящего момента которую вы вкладываете в события поступки прошлого объясняя или оправдывая продолжение своих проблем все-таки влияет на вашу сегодняшнюю жизнь это и есть источник проблем оставленный позади свет не сможет определять вашу сегодняшнюю жизнь если вы убедите себя что все проблемы остались в прошлом личная история мы любим погружаться в драмы прошлого и тратить свою внутреннюю энергию чтобы постоянно напоминать себя и рассказывать всем кто готов слушать историю проблем от которых страдаем сегодня в этой ситуации полезно прислушаться к словам шекспира который очень кратко и точно указал решение что сделано то сделано недавно в одном книжном магазине где подписывал книги для выставки ко мне подошла женщина ее звали эрика она приехала в сша из голландии два года назад эрика побывала на моих лекциях в амстердаме и как она призналась мои слова помогли выбраться из череды проблем приблизительно год спустя после моего выступления в амстердаме на нее как гром среди ясного неба обрушилась самое большое несчастье в ее жизни и ее муж с которым она прожила 25 лет потребовала развода сообщив что больше не любит ее и собирается жениться на своей 30-летней секретарше он разом исчез из ее жизни и жизни четырех детей для эрики это было сильнейшим потрясением и по ее словам она целый год жила словно в аду она была вынуждена обратиться к психиатру принимать антидепрессанты не могла не есть не спать похудела более чем на 11 килограммов и было ужасной форме дойдя до полного отчаяния она поехала в америку чтобы встретиться со мной в надежде что позитивная духовная энергия которые она почувствовала на моих семинарах два года назад поможет ее выйти из депрессии избавиться от негодования вызванного поступком мужа когда эрика подошла ко мне в книжном магазине она была очень взволнована потому что считала что наша встреча была совпадением так как она совсем не была уверена что сможет меня найти она обняла меня со слезами на глазах и стала умолять сказать ей что-нибудь что могло бы вернуть мир и гармонию в ее жизнь я попросил ее записать на клочке бумаги то что тон хуана учитель карлоса кастанеды говорил ему о достижении высшего уровня совершенства эрика дрожащей рукой записала слова мастера в один прекрасный день и обнаружила что в личной истории нет никакой нужды и разом избавился от нее также как от привычки выпивать это и только это изменило все эрика ушла с надеждой найти духовное решение я просил ее понять что все годы проведенные с мужем ее негодование из-за его обмана остались в аморфном мире мыслей из которых складывалась и личная история в реальности в нее есть только сейчас настоящий момент и бог существует в нем и больше нигде оставьте свою личную историю представляющие собой низкочастотные мысли постоянно возвращающие вас к прошлому и перестаньте думать что сейчас вы не счастливы потому что нет того что было раньше многие из ваших проблем существует только потому что вы продолжаете цепляться за прошлое или нить его в своих трудностях вы попались все эти личные истории и отказываетесь выплататься из них нужно понять что все случившееся с вами должно было произойти чтобы вы оказались в своем нынешнем положении вместо того чтобы проклинать прошлое относитесь к нему с любовью примите благословите его и расстаньте с ним наверное лучшее что можно сделать чтобы помочь вам избавиться от склонности вкладывать свою энергию в прошлое это напомнить слова иисуса никто возложивший руку на свой плуг и озирающийся назад не благонадежен для царствия божия этим все сказано стоит вам оглянуться и ваша жизнь превратится в ад почаще напоминайте себе если у тебя нет личной истории тебе не нужно стараться соответствовать ей мы тратим энергию на то что ожидают от нас другие всегда найдутся люди ожидающие от вас определенных мыслей чувств и поступков если вас это раздражает вспомните сказанное в этой главе и поймите что вы будете всю жизнь притягивать людей возлагающих на вас надежды пока не перестанете тратить свою энергию на негодование по поводу их ожиданий решить эту проблему можно конечно же духовным способом учитесь увеличивать свои энергетические вибрации с низшего уровня раздражения разочарования и обиды до высшей сферы доброты любви и прощения как только вы откажетесь от негативных реакций иллюзия проблема исчезнет однажды я наблюдал как 18-летний друг одной из моих дочерей разговаривал по телефону со своей матерью повесив трубку парень расстроена сказал она просто выводит меня из себя своими личными указаниями как думать куда пойти что сделать он явно был огорчен и раздражен я сказала что ему придется выбирать либо продолжать настаивать на своей правоте либо научиться снисхождение настаивая на собственной правоте ты споришь расстраиваешься зришься и твои отношения с матерью так и остаются напряженными объяснял я если же ты проявишь снисхождение то поймешь что она твоя мама которая всегда была такой и скорее всего такое останется но ты все равно будешь относиться к ней с любовью просто скажи ей это хорошая мысль мам я подумаю над этим и ты придешь к духовному решению своей проблемы настаивая на своем а проявляя нетерпения вы продолжаете уносить свой вклад в мир низких энергий проявляя же великодушие вы привносите духовную энергию в решении проблемы и как это не удивительно она исчезает припоминаю как один из моих духовных учителей сказал мне не принимай свою жизнь близко к сердцу я был потрясен и ответил что-то вроде что вы имеете ввиду это моя жизнь и для меня нет ничего важнее он имел ввиду что мы не являемся ни телом не личностью ничем-то иным что принадлежит нам в материальном мире мы вечные духовные существа играющий роль родителей супругов управляющих собственников и владельцев познав свою истинную божественную природу мы перестаем воспринимать всерьез что с нами происходит и даже собственную жизнь хотя возможно вы еще не готова следовать совету моего учителя и сам не совсем готов советую вам не принимать близко к сердцу мнение других людей старайтесь тратить энергию не на злость обиды и разочарование она снисхождение понимание и любовь теперь вы знаете четыре способа как покончить с безрассудной трата энергии и так перестаньте тратить энергию на то что вам не нужно на сложившиеся обстоятельства вашей жизни на то что вам привычно и то что от вас ожидает другие настройтесь на более высокие духовные частоты чтобы сосредоточиться на том что необходимо вам а не кому-то другому и на тех обстоятельствах которые вы намеренно создавать своей жизни не забывайте что вы получите от жизни то чего очень хотите это чего очень не хотите выбор за вами а Субтитры создавал DimaTorzok